Домашнее задание В прошлом уроке вы должны были выполнить упражнение 319. Задание. К данным глаголам подобрать глаголы, противоположные по значению. Это значит антонимы. И с полученными парами составьте предложение. Надеюсь, все справились. Но для начала давайте вспомним, что такое антонимы. Антонимы — это слова, противоположные по смыслу. Итак, у вас в учебнике была дана пара антонимов. Взял, отдал. Составим предложение. Я взял сочное яблоко и отдал его сестре. Где здесь антонимы? Взял, отдал. Учитель на уроке говорит, а дети молчат. Антонимы — говорит, молчат. Маша поссорилась с братом, но вскоре помирилась. Миша не может сидеть или стоять спокойно. Он любит бегать. Чтобы утром бодрствовать, нужно пораньше лечь спать. Итак, ребятки, я думаю, вы замечательно справились. А у нас с вами словарный диктант. Вы знаете, что словарный диктант записывается с теми словами, буквы которых нельзя проверить. Их нужно запомнить. Итак, прошу вас открыть свои тетрадочки и записать словарные слова. Медведь, заяц, петух, собака, ворона, воробей. Замечательные, ребятки! Итак, а я хочу, чтобы вы немножко сегодня стали предсказателями. Посмотрите, пожалуйста, на наше дерево предсказаний. Подумайте, пожалуйста, какую тему мы сегодня будем изучать и для чего она нужна. Ствол дерева нам подсказывает, что сегодня мы будем изучать синонимы. Но вам нужно подумать и догадаться, предположить, что же такое синонимы. Для чего они нужны и где они применяются. Подумали? Мы к этому еще вернемся. А теперь перед вами текст. С самого утра во дворе слышны веселые крики ребят. Ребята строят ледяную горку. Ребята сделали из снега холмик и заливают его водой. Весело будет ребятам кататься с горки. Вас ничего здесь не настораживает? А мне кажется, что в этом тексте слишком часто повторяется слово «ребята». Давайте попробуем эти слова заменить. Попробуем? С самого утра во дворе слышны веселые крики ребят. Давайте попробуем слово «ребята» заменить на слово «дети». Дети строят ледяную горку. Малыши сделали из снега холмик и заливают его водой. Весело будет детвори кататься с горки. Я думаю, текст от того, что мы с вами заменили слово «ребята» на ряд похожих слов по смыслу, стал только крашем. Так вот, ребятки, слова-синонимы. Ребята, дети, малыши, детвора. Тема наша сегодня – синонимы. Синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое значение. Например, радость, веселье, говорить, беседовать, худой, тощий. Молодцы, ребятки, наверное, вы все поняли. Теперь поиграем. Давайте попробуем заменить слова первой группы на слова второй группы. А это значит, мы подберем синонимы. Итак, какое же слово у нас заменит слово «огонь»? Правильно, ребятки, пламя. Какое же слово заменит слово «холод»? «Холод» – это стужа. Какое слово заменит слово «чистый»? «Чистый» – это аккуратный. Какое слово можно заменить словом «шалун»? «Позорник». Какое слово мы заменим, когда говорим «папа»? «Папа» – это отец. Каким словом заменим слово «спешить»? «Торопиться». Каким словом можно заменить слово «родина»? «Отчизна». Молодцы, ребятки, вы отлично справились с этим заданием. Итак, для того, чтобы правильно подобрать синонимы, для этого нужно пользоваться правилами. Эти правила называются алгоритмом, то есть последовательным действием. Первое нужно прочитать текст, затем найти синоним или подобрать синоним, применить синоним и обязательно сделать выводы. Понаблюдайте, пожалуйста, и сделайте выводы, чем похожи и чем различаются группы слов. Я думаю, все с легкостью догадались, что первая группа слов является однокоренными словами. Однокоренные, родственные слова, те слова, в которых одинаковый корень. А вторая группа слов «ребята», «дети», «малыши», «детвора» – эти слова являются синонимами, потому что их можно заменить. Молодцы! Подумайте, пожалуйста. Мы очень часто применяем с вами слова, синонимы в тексте, но иногда мы можем их заменить, а иногда сомневаемся, правильно или нет. Давайте подумаем. Глаголы «выключить», «погасить», «потушить» и «задуть». Мы можем один глагол заменить другим, но чаще всего они употребляются. Они употребляются в тексте именно по назначению. Посмотрите внимательно на картинке. Итак, внимательно посмотрели на картинки и давайте подумаем, какой же картинке мы соотнесем глагол «выключить». Правильно, ребятки, «выключить», «выключить» технику. В данном случае «выключить утюг», «выключить компьютер», «выключить телевизор». Молодцы, ребятки! Какой картинке мы можем правильно подобрать глагол «погасить»? Правильно, ребята, «погасить» свет. Какому глаголу мы подберем картинку «потушить»? «Потушить огонь». И глагол «задуть»? Конечно, ребятки, мы с вами задуваем свечи. Молодцы! Я думаю, вам все было понятно. А сейчас мы с вами поработаем по учебнику. Я прошу вас открыть упражнение 320 и прочитать внимательно задание. В этом задании нам нужно внимательно прочитать текст, списать и подчеркнуть слова, близкие по значению. Слова, близкие по значению, называются синонимы. Читаем. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мерзнет в жару. В этом упражнении у нас есть пропущенные буквы. Давайте с вами подберем проверочные слова. Дрожит. Ребятки, в слове «дрожит» ударение падает как раз-таки на последний слог. И в данном случае мы будем писать букву «и», потому что мы с вами знаем орфограмму «жи-ши» всегда пиши с буквой «и». На ветру. Какую же гласную поставить? «Е» или «и»? Для этого нужно подобрать проверочное слово. «Ветру» образовалось от слова «ветер», значит, вставляем гласную «е». «Жару». Слово «жару» образовалось от слова «жар», значит, мы должны вставить туда гласную «а». Молодцы, ребятки! А теперь находим синонимы. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на глаголы «зябнет», «дрожит», «стынет», «мерзнет». Все эти слова обозначают осинки холодно. Она зябнет, она дрожит, она стынет, она мерзнет. Это значит ей очень холодно. Все эти слова «зябнет», «дрожит», «стынет» и «мерзнет» являются синонимами. Молодцы, ребятки! А теперь мы пойдем с вами дальше. На упражнение 321 составим цепочки слов. Я думаю, вы правильно подобрали группу синонимов. Обратите внимание на картинки, и вы наверняка догадались, какая картинка относится к каждой группе слов. Замечательно, ребята! Возвращаемся к нашему дереву предсказаний. Вы должны были предсказать, что же такое синонимы. Так вот, ребятки, перед нами дерево. И вы, наверное, уже поняли, что такое синонимы. Синонимы – это близкие по значению слова. Синонимы нужны нам для обогащения нашей речи. И где встречаются синонимы? В нашей речи и в нашем тексте. Молодцы, ребятки! Итак, что мы сегодня узнали на уроке? Что синонимы – это близкие по значению слова. Что синонимы нужны для обогащения нашей речи. Синонимы – взаимозаменяемые слова. Молодцы, ребятки! Я думаю, сегодня вам все было понятно на уроке. А для того, чтобы вы все поняли до конца, вам нужно обязательно выполнить домашнюю работу. Ваше домашнее задание. Выполнить упражнение 323. Записать и вспомнить правила. А также создать кластер на тему «Дорога». Пожалуйста, ребятки, потренируйтесь составлять синонимы. И запишите синонимы к слову «Дорога». Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова